Во имя Отца и Сына и Святого Буха. Аминь. Сегодня, братья и сестры, и воскресцы, и нам предложено с вами к слышанию два евангелих изначала. Одно от Луки, другое от Матфея. И в евангелихском изначале от Луки, которое сегодня читалось первым, говорилось о том, как человек приступил к Иисусу, и сказал ему, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной имени. А Иисус ему ответил, а кто я такой, чтобы заниматься этим вопросом? Избегайте лихаимства, ибо в нем таится великая опасность. И сказал притчу о том, как человеку, некоторому пришло богатство. Большой урожай. Или, как сейчас водится, может быть, выиграл где-то, да, в легкую деньжату. И сказал себе, вот теперь так началось в моей жизни нечто правильное. теперь я все сделаю заново. Планов настроил и умер. И вот вопрос повис, а что делать со всем? Беда в том, что атмосфера наживы, она чаще всего не приемлет разумного отношения к деньгам, которые попадают в рот. может быть, помните, да, вот это докризисное время 2004-й, 5-й, 6-й, 7-й год, да, там кризис нарисовался в 7-м году, в 8-м уже начался актив, финансовый кризис, который идет до сих пор в мире. Легкие деньги, они сводились с ума. Земля дорожала в 10 раз, да, год от года. То, что его 1000 долларов, то 10 тысяч долларов за сутку, да, а то еще выше. Были проекты, люди, когда носились с горячими глазами, не зная, куда свои деньги пристроили, где все. Многие здесь теперь экономят даже на простых вещах, на отопление, на связи, на своих сотрудников. Почему так? Нет разумного отношения. Люди тут невоспитаны. А когда люди невоспитаны, они хуже. Потому что им нужно все. И вот этот пуфик за полмиллиона, да, из какой-то там изумительно белой кожи, и вот эта машинка за 10 миллионов с какими-то совершенно ненужными изысками. И все нужно. А посмотришь, вот, за границей, да, люди очень с правом живут. Несмотря на то, что имеют большие состояния. Ездят на механической коробке, даже на неавтоматическом. Неавтоматическом, чтобы экономить. Дело не в скряжничестве, дело в понимании. Понимание того, что есть разумное отношение даже к деньгам, когда ее много. Можно купить бутылку шампанского за 50 тысяч рублей и выпить ее, да, на потеку. А можно распорядить с ней, да. И в этом отличие человека разумно. Помню эпизод такой был у меня. Я встретился с одним вором. Он вроде как держал общак, да, деньги общие, большие. А в доме у него бардак страшный. Ну, прям вот типичный бардак. А почему так? А потому что он невоспит. Денег-то много. И добра много. А все это производит гетучее впечатление. Все это совместит. Почему так? А потому что, что в душе, то его пробуешь. Так? Да. А почему, да? Да потому что, прежде всего, душу свою, хоть как-то понуть, да. Не получил воспитание, да купил. Деньги-то есть. Купи себе хороших манер. Есть такая поговорка, да. Это несложно. Хороший манер, это не значит казаться в глазах других каким-то, ну, скажем так, особенным, да. Это просто начать уважение. Ну, пришли к тебе деньги, ну, подумай, да. Ну, в одну ты глотку не сожрешься, да. А они бахвалятся. А ведь думают, что они удачу за хвост поймали, да. Нет. Все идет траха. Все идет траха. Если бы это был в один эпизод, я бы не делал выводов никаких, да. Но таких эпизодов в жизни достаточно было. Кто крадет, чаще всего разрушают свою душу. Но это неизбежно. Это неизбежно. Как бы ни маскировался человек, все равно он чувствует за собой вернувку. Потому что есть определенные все-таки вещи, которые не получится обмануть. Если ты соврал, ты будешь помнить об этом всю жизнь. Вот соврал ты человеку, да. Во благо или во зло, неважно. Ты все равно будешь помнить, встречаясь с ним, взглядом. Когда-то я тебя обманул. И вот вся жизнь будет такая вот исковерканная, да. Будешь стараться не смотреть ему в глаза и лучше не встречаться. Даже если он об этом не узнает никогда. Нет, ну люди, конечно, разные бывают. Некоторые себя дрессируют в рай ежедневно. И вырастают лицемерными, подлецами законченным. Что даже преступники от них отвернутся, да. Если узнают о их внутреннем. Потому что даже там не примут такую вразь, да. Это понятно. А беда, когда такая мразь становится в общем-то начальником над другими. Тяжелейшая ситуация. Потому что и другие вынуждены с него брать пример, чтобы как-то удержаться. И получаем, что, да, получаем целый выводок таких вот негатив. Потому что ложка дегтя способна испортить бочку меда. А вот ложка меда бочку дегтя никогда не воскресит. Не работает. Потому участь людей честных попасть под пресс. Блаженны алщи, алщи, ибо они насытятся. Но какой ценой прежде всего возложат на руки свои и поведут туда, куда не хотите идти, на суды к ладыкам и предсидящим. Какова участь правда любых, да? Никуда не дед за кого. Хочешь правды получи. Но участь лицемеров не лучше просто жить почему-то их терпят дольше. Мы долго говорили о любви и писали книги, и теории строили, теории обводили. А все же ловко ловко. Вот так пружина лопается в машине, которая несет на себе нагрузку. И как-то не едь, все равно едет уроки. Амортизатор может быть еще работать, но он скоро лопнет от нагрузки. И вот машина как инвалид передвигается. Вот так и здесь лопнув что-то. И вроде бы церковь установили и людей не пустили. А что-то не так. Мы боимся смотреть глаза к другу. Пусть она отворачивается. Значит, все-таки многое не тонет, не достигнет, не изменено. Король Евангелия сегодня читалась от Матфея. читалась она в память князя Александра Невского. И ведь сколько веков прошло с его в общем-то кончиной даже. А слова его до сих пор умудряются понимать как-то при рамках. Чаще всего цитируют именно слова о том, что кто с мечом к нам придет, тот отмечает погибет. Это вот сегодня на что такое вот выражение можем повторить. Но господа, да не проблема, учитывая скажем так массу новостей, если их проанализировать толково, то все к этому идет. Где-то придется повторить. Но вы готовы заплатить жизнью своей и родных своим. За это. Потому что одно дело писать комментарии где-то, а другое дело сидеть в грязи вот в эту погоду сейчас, вот минус восемь, например, грязь не застывшая в окопе, она липкая. Она липкая и замерзает тоже на тебе, на твоей одежде. И ты сам дубеешь под этой одеждой. И нога ботинки, а холодные заразы. И ты каждой клеточкой чувствуешь это дрянь. И если тебе прилетит с того края, то всем будет и на тебе, пока не больше с а ты будешь лежать в расстрельном брюхе и выйти как в общем-то пес. Потому что это очень больно. Это гординки красиво очень. А так это очень больно, это адский больно. Хочется сдохнуть, когда такая боль есть внутри тебя. И повторяю, ничего не надо. Просто возьми гвоздь 200 миллиметров и загони себе в живот. Просто почувствуй. повторить. И откуда помощи нет. Ни сзади, ни спереди. Потому что всем не на тебя. У тебя одна задача не сдохнуть и что-то еще сделать для других, будет возможность. А так, когда металл летит вокруг, то об этом не думается. Поэтому повторять это глупо. И не про то говорил Александр Князь. Он же Алексей в схеме. Не про то совершенно. Не в мечах нем. И не в нашей какой-то праваде или дерзости. И Бог не в силе, а в правде. Тоже многие понимают как силу какую-то. что если с нами правду, мы сильнее. Это ни в коем случае. Ни в коем случае. Просто есть такие вещи, где ты уже сам ничего не решаешь. И ты просто смотришь на происходящее пытаешься хоть как-то вырвать. Вот Александр был поставлен в реально струнительную ситуацию. С той стороны европейское содружество наступает. Вот эти звери не отески. Потому что дикари с той стороны и с той стороны с востока такие же дикари. И надо понять кто из них опасен. И только чутьем можно почувствовать что то что с запада оно пришло не только за зон. Оно пришло чтобы забрать душу. Они пришли убивать. А те которые с востока хоть и дикари. Но с ними можно как-то еще найти общие точки с велик салим. И он недаром заключает свой союз против запада. Потому что те не пришли за душой. Они пришли только заданием. Обложат и выгодят. А вот эти они точно всех выгодят. Всех пустят под нож. Сожгут и растут. И вот нужно понять где правда. Многие его осуждают за что? За то что он с ними вдруг вступил в союз. А как и начин. он хоть их что-то увидел человеческое. Может быть это удовь даже. А там он только дьявола видел. Там только какое-то черное наступает и все старается перемолоть. крест. что там представления иные. Там покрестят и тут же зарежут под знаменем креста. Потому что пришли не для того чтобы обрести братьев. А для того чтобы принести жертву. своим богом который требует крови. сегодня человек воет когда у него температура поднимается. А когда ты один в чистом поле смотришь на то что у тебя выдвигается груда металла а у тебя ничего нет в руках то тут уже совсем надо повторить да тут реально проснуться бы где-нибудь в другом месте а не вот эти все какие-то фантазии да мы просто кровью поливаем землю на самом деле да эта практика она давняя древняя много тысячелетняя выпустить кровь одного на землю чтобы урожай я помню это у них ну как бы сказать было по-разному да где-то чужаков похищали резали где-то своих разное общество почитаете историю интересно же очень либо резали либо сжигали заживо разные были как бы сказать мученицы придуманы да но чаще всего во имя урожая во имя вот этого обогащения не понять природу духовного мира да не обратиться к ней на человеческом языке а обязательно кого-то замучить поколение все жестокое они не понимают того что чтобы что-то получить надо себя заставить что-то сделать для других такое же поколение выросло у нас когда Советский Союз начал прещать по шпалу очень жестокие дети резко животных подвал ругались мам друг по другу насдеваются это как эффекции носится воздух и этот запах он заставляет чувствовать что будут перемены не в лучших сторонах потому что дети они как зеркала которые не умеют врань в них все видно почему такое происходит потому что происходит разлом между тем будущим в которое верилось я имею в виду не только людям и духовным существам были какие-то планы и тем что происходит и мы понимаем что не дотягивает общество до этого будущего и начинается разлом проще снести систему переустановить такой Windows чем мучиться со старым и пытаться починить то что уже невозможно починить живого файла нет все погибло какой-то сбой в программе произошел и все полетело у нас концов не сычешь да в итоге проще переустановить был бы жив жесткий диск приходится вырывать с мясом всю систему вот в чем суть не в самоуверенности суть вера не в самоуверенности вера это как раз очень тонкий мир где тебя слышат и ты слышишь и пытаешься вот в этом состоянии жить очень тяжело очень тяжело потому что придется многим поступиться в жизни а не хочется не хочется на самом деле надо хочется все-таки что-то взять от жизни для себя хоть какое-то место где можно ноги погреть а то бывает так что даже хорошие люди ломаются что уж говорить о плохих и не идеи красить человека не его принадлежность к какому-то сословию классу и религии нет ни в коем случае человек красил сам его поступки его вот это кредо да который у вас есть не только слова да которые он говорит но и то что он делает просто эти слова иначе здесь разлом неизбежно и все затощить пошло какое-то время мы слишком легко относимся к гибли себе подобных очень легко не понимая что это и есть то самое жертвоприношение откроешь дом и всегда одна гибель и смерть там один застрелил троих там один застрелил четыре просто проходя мимо в автобус начал стрелять а это просто сошел в дом и тоже всю семью и подножку и стыд это тоже жертвоприношение это тоже какой-то ритуал это тоже кто-то его доумный какой-то дух не просто так что-то случается и когда видишь это вот так анализируешь там там понимаешь что вот уже нарастает зло зло я был вчера на кладбище ходил тут 40 дней скачался человек надо было его поменять сходил с родственниками они говорят как же это так мы 40 дней назад хоронили вон там могила его а кладбище уже здесь уже 100 метров оно увеличилось мая месейское кладбище вокруг там несколько деревьев как оно так вот так вот так и мы не видим ничего сегодня человек есть завтра нет ну что ну пошли дальше мы-то живем а сколько нас да а кто знает можно ли верить слифом да кто и будет считать уже не в этом вопрос уже вопрос в том что может наступить момент когда жизнь каждого будет ценнее чем любая колбаса и золото а человека не будет ни на кого будет опереться ведь для того чтобы вспахать поле нужен не один человек нужен и пахарь и сентября и так далее да а сегодня уже столько нужно людей да что страшно подумать а мы да мы теряемся для тех кто одержим обогащением для них не имеет это значение для них главное вовремя сбежать набрававшись потому что жизнь их уже кончена они либо здесь угроз либо там они уже полностью мертвы внутри потому что вся их жизнь отопает а деньги это мой а вот уже проблемы сают потому что хоть мои люди да но хочется хоть у нас и духовный есть мир но в общем-то у нас тоже бывают всякие сбои в программе да и зубы варят на отличие да и в холодильник чтобы на кухне и детям надо что-то придумать какой-то обозримый год и так далее вот в чем дилемма можно все побеждать ким годом фантазии теоретки теории и смотри как вокруг тебя люди гимны и думаешь что тебе это не коснется есть хороший анекдот я закончил анекдот извините конечно может быть как бы сказать да не нашел более правильных слов да один человек говорит хочу поехать в Германию жить буду учить английский язык ему говорят да нет очень арабский он говорит я же еду в Германию жить ну да тот и арабский понимаете да вот так и здесь святое место просто не бывает на нашу самоуверенность приходит тот кто просто не обращает внимания а что делать да все остается по-прежнему труд и отношение к другим человеческое это две ноги на которые делается все общество нету этого труд презираем уважение презираем стало быть общество бездолгое значит будет просить милости как и Владимир побираться вот так вот мы и живем так живем аминь азерси 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 богу